Дорогие друзья, всем добрый день. В данном видеоклипе я хотел бы подвести итоги сдачи зачета по ФИЗО борцовской ударной техники в спортивно-патриотическом клубе Ярополка. У нас 8 групп, из них 7 бойцовских и одна группа кроссфита. Эти нормативы я специально придумал для того, чтобы люди могли посмотреть на свои результаты. Это как бы микросоревнование в клубе. Делается рейтинг с первого по последнее место в каждой группе и, соответственно, первые места мы награждаем хорошими спортивными подарками. Второе и третье место у нас получают утешительные призы. Сейчас я хотел бы вам показать результаты группы 5-6 лет. Обращаю внимание, что в каждой группе есть коэффициенты. Как правило, количество баллов умножается на определенное число. Это либо 1,1, либо 1,3. Коэффициент применяется к детям младшего возраста. То есть, если ему 8 лет, а он занимается в группе 10-13 лет, соответственно, у него коэффициент на силовые упражнения, только именно на силовые, увеличивается. На оценку техники борьбы, а также ударную технику, коэффициент этот не применяется. Также есть в группе 14 плюс старше. То есть, у нас дети 14-17 лет умножаются на коэффициент. 18-35 лет это без коэффициентов, потому что я считаю, что этот возраст такой непосредственно самый силовой. Они могут делать наиболее большее количество раз. С 35 лет и старше мы точно применяем коэффициенты. Самому старшему участнику сдачи зачета клуба у нас было 49 лет. Самому младшему 5 лет и 4 месяца. Итак, в группе 5-6 лет они сдавали не так много зачетов именно физических, как больше технику. Но первое место с результатом 375 баллов у нас занял Суленко Глеб. Второе место у нас заняла Галкина Ярослава. А третье место занял Барута Демит с результатом 311 очков. А у Галкина Ярослава было 311 с половиной. То есть, буквально 0,5 балла отделило третье место от второго места. В группе 5-6 лет первое место я награждаю вот таким хорошим рюкзаком от компании Веном. Огромное спасибо друзьям нашего клуба. Это Александру Разнотовскому и Сергею Инкиберовичу, которые помогли проспонсировать закупку данного спортивного инвентаря. В группе 7-9 новички часть упражнений физических была побольше. Это были отжимания, подтягивания, потом челночный бег, пресс на кольцах, сила прямого удара рукой, так как в нашем клубе установлен силометр для измерения силы удара руки, и, соответственно, сила бокового удара. Также была акробатика, это кувырки вперед и назад, колесо на правую, на левую руку, борцовская техника, несколько приемов и ударная техника. Из 21 человека в группе 7-9 новички первое место занял Шевченко Максим, но на данный момент он уже переведен в группу 7-9 основная, с результатом 279 баллов. Второе место занял у нас Сабитов Михаил, он получил 259 баллов. И третье место занял Бондарь Богдан, у него 250 баллов. То есть практически третье место это 250, первое 279, борьба была равная. Шевченко Максим из группы 7-9 новички за первое место также получает рюкзак Вену, спортивный. Все призеры зачета по ФИЗО в спортивно-патриотическом клубе Ярополк, то есть это первое, второе, третье место, получают у нас памятные подарки. Это такие кружки, символика Ярополка. И именно их фотографии на этой сдаче зачета, так как все наши мероприятия мы сопровождаем фото- и видеосъемкой, а непосредственно сдачу зачета у нас работал профессиональный фотограф. И вот эмоции детей мы постарались изобразить. То есть это первое, второе, третье место. Но первое место помимо кружки и грамоты, естественно, они награждаются более серьезными спортивными призами. В группе 7-9 основная. Нормативы были побольше, потому что это все-таки основная группа, она выступает на спор, Капашки, за пределами гума. Здесь были нормативы также отжимания, подтягивания, челночный бег, пресс на кольцах, ну и также сила прямого и бокового удара. Акробатика, добавился у них, получается, кувырок, подъем с разгибом, что в 7-9 основной нет, и побольше борцовских и ударных приемов. В группе 7-9 основная с результатом 664,3 балла первое место занял Антропов Артемий. Второе место с результатом 631 балл занял Фудобергенов Усмон. А третье место с результатом 521 балл занял Малкин Максим. Антропов Артемий, победитель группы 7-9 основная, получает вот такую сумочку спортивную. Также спасибо Александру Разноповскому и Сергею Никитировичу, которые купили. В группе 10-13 новички она у нас самая немногочисленная группа. Состоит она из девятнадцатых человек. Первое место занял Иванов Владимир с результатом 574,7 балла. Второе место занял Торопчин Богдан с результатом 478 баллов. И третье место занял Назиров Руслан с результатом 363 балла. Значит, помимо физических тех упражнений, которые были в 7-9 новички и в 7-9 основной, у них еще добавился такой физический норматив, как перемещение спиной по канату. В группе 10-13 основная первое место у нас занял Русин Владимир с результатом 689 баллов. Второе место занял Антипирович Михаил с результатом 681 баллов. И третье место заняла Жерлива Виктория с результатом 672,8 балла. В данной группе, помимо предыдущих физических упражнений, добавились еще большей части борцовские приемы, ударные приемы, а также перемещение по пекборду. Что такое пекборд? Пекборд – это упражнение, изначально, если вы смотрите, оно выглядит как упражнение для скалолазания, на самом деле нет. Это упражнение достаточно такое силовое, и в нем записаны все группы мышц, от живота и выше. Достаточно такое сложное, но дети наши справились. Кто-то справился, соответственно, кто-то нет. Победитель этой группы «Русиан Владимир» награждается у нас накладками на ноги, защитой голеностопа от компании «Эверваз». Группа 14+, новички. В данной группе у нас средний возраст 29 лет, так как в этом виде спорта в единоборствах, я считаю, самое главное – рост и вес, а порой приходят дети аж 12 лет при росте 1,80 м и весе 85 кг. Естественно, они со своим возрастом, где средний вес составляет 50-40 кг, заниматься не могут. Они будут заниматься именно с мужчинами. В данной группе у нас по списку 32 человека. Первое место у нас с результатом 1357,1 балла занимает Костяков Иван, ему 40 лет. Второе место у нас занял Языков Владимир с результатом 1222 балла. И третье место у нас занял Галкин Григорий с результатом 1092 балла. Победитель данной группы Костяков Иван награждается у нас вот таким боксерским шлемом. Он специально защищает как раз подбородок, профессиональный. Обращаю ваше внимание, что на одних упражнениях можно показать маленький результат, а на других показать больший результат. И у нас, как правило, бальная система в различных физических упражнениях, она разная. Образно говоря, отжимания это один раз, а подтягивания один раз это уже 5 баллов. То есть, жим своего веса, кстати, в группе 14 плюс новички добавились другие еще более силовые упражнения. Это жим своего веса и рывок 16 килограмм. Юноши и взрослые до 55 килограмм, тебя ли у нас не 16 килограмм, а 14 килограмм. То есть, почему я говорю, на одном упражнении можно сделать ноль, а на другом за счет большего количества раз, и с учетом того, что там за каждый раз дается больше баллов, можно выйти вперед. Поэтому интрига всегда сохранялась. В группе 14 плюс основная, самая многочисленная группа. Средний возраст ее где-то 19 лет. Преимущественно там собрана у нас вся сборная нашего клуба, который уезжает на всероссийские турниры. В группе 35 человек по списку. Первое место с результатом 2061 баллов занимает бессменный лидер последних трех лет по сдаче зачета. Это Григорьев Антонов. Ему 27 лет. Второе место с результатом 1590 баллов занимает у нас Горусов Данил, ему 15 лет. И третье место с результатом 1550,5 баллов занимает Чомский Алексей, ему 16 лет. Победитель данной группы Григорьев Антонов также у нас награждается сумкой спортивной от компании «Веном». Также у нас в клубе функционирует группа кроссфита. Мы стараемся развивать тоже этот вид спорта в клубе. У них были только силовые упражнения, не техника рук и ног, потому что по специфике своего спорта там они не дерутся. Они именно выполняют физические упражнения. Туда входили такие упражнения, как отжимания, подтягивания, подъем прямых ног к перекладине, перемещение спиной вперед по канату, жим штанги своего веса, челночный бег, пресс на кольцах, рывок двух гиб по 16 кг, переворачивание по крышке, вес по крышке 70-75 кг, перепрыгивание лавочки, рывок штанги от земли, вес штанги 45 кг, выпады с разных ног при весе штанги 32 кг, при этом руки прямые и штангу держатся над своим телом, отжимания с перепрыгиванием на мече, достаточно такое силовое упражнение, перемещение по пикборду и подтягивание на одной руке. В данной группе у нас по списку 19 человек и первое место у нас занимает Ситин Владимир с результатом 1355 баллов. Владимир также получает у нас другую спортивную сумку, тоже, видимо, от компании Вену, поэтому он будет молодец. Второе место в группе Кроссфит у нас занимает Турпал Алексей с результатом 885,4 баллов, ему 40 лет. И третье место занимает Савка Вячеслав, ему 39 лет с результатом 856,2 баллов. Также я хотел бы выделить наиболее значимые рекорды нашего клуба по сдаче зачетов, потому что упражнений было много и в каждой группе они были по-разному, точнее, они их выполняли по-разному, но я хотел бы вам продемонстрировать. Итак, у нас по отжиманиям рекорд нашего клуба это 200 раз, его выполнил Антиперович Михаил при своем возрасте 8 лет. Рекорд по подтягиваниям у нас был 30 раз, его выполнил Бадяев Андрей при возрасте 15 лет из группы 14+, основная. Пресс, подъем туловища к коленям, да, но это упражнение физическое у нас было только у одной группы, 5-6 лет, его выполнил 152 раза, его выполнил Сулемко Глеб. Далее, подъем прямых ног перекладине, он был во многих группах, его рекорд установил с количеством 39 раз Григорьев Антон. Челночный бег, это 10 метров по 10 раз, его установил у нас Абакимян Сергеев, воспитанник группы 14+, основная, действующий чемпион России по рукопашному бою, с результатом 24,41 секунды. Пресс на кольцах, пресс на кольцах, это у нас воспитанники держали руки прямо и держали, образно говоря, уголок. Одна секунда у нас образовалась под собой 3 балла. Рекорд у нас поставил также Григорьев Антон, он продержался 71 секунду. Сила прямого удара, мы измеряли это в килограммах, с результатом 312 килограмм, это самый максимальный у нас результат, именно на прямой удар. Это сделал Чомский Алексей. Григорьев Антон также отметился в силе бокового удара рукой, он выбил 372 килограмма. Жим лежа своего веса. У нас также отметился Григорьев Антон при весе 72 килограмма, он сделал свой вес 30 раз. Перемещение по канату, у нас один канат подразумевал под собой 10 баллов. 6,5 канатов у нас сделал Алиев Паша в возрасте всего 23 года и Василевский Андрей, ему 38 лет. Перемещение по пикборту, тут достаточно такая сложная ситуация была, потому что одно перемещение вверх я считал как за 10 баллов, другое перемещение вниз я считал как за 5 баллов. Некоторые вверх сделали больше, некоторые вниз. Но я все-таки смотрел в первую очередь на то, кто сделает больше вверх. Поэтому у нас по пикборту опять выделился Григорьев Антон, он сделал 15 вверх и 13 вниз упражнений. Рывок двух гирь по 16 килограмм у нас 60 раз, выполнил Костюков Лан, но он могут сделать достаточно больше, так как он просто решил сэкономить силы на оставшиеся упражнения. Переворачивание покрышки 65 килограмм за 1 минуту, то есть тебе дается 1 минута и ты должен максимальное количество раз перевернуть. Это сделал 26 раз, Попилен Влад из группы 14 плюс основная, но он также занимается в группе кроссфитер. Перепрыгивание лавочки за 30 секунд. 47 раз у нас сделали аж 3 человека. Досадка Вячеслав, Башков Васильев и Ситин Владимир. Рывок штанги от земли 45 килограмм с результатом 20 раз, сделал погребной Александр, ему 31 год. Отжимание с перепрыгиванием на мяче 40 раз, это сделал Ситин Владимир, ему 34 года из группы кроссфита. Подтягивание на одной руке у нас сделал 6 раз Семка Артем в возрасте 29 лет. И выпады с разных ног, это упражнение на ноги преимущественно, но при этом ты прямыми руками держишь гриф весом 32 килограмма. Соответственно, этот норматив 40 раз делал Ситин Владимир, ему 34 года. Ну, тут я решил еще пометить, что название физического норматива «Самый красивый спортсмен» это Григорьев Антон, 100% отмечаем. Поэтому впредь такие упражнения мы будем сдавать постоянно. В том году мы пропустили из-за финансовых проблем в клубе, хотя они у нас есть всегда постоянно. Да, недавно мы приняли решение увеличить стоимость. Надеюсь, цена не отпугнет. Наших нынешних спортсменов вновь, которые прибудут спортсмены. Потому что мы стараемся вкладывать в детей, в их развитие не только физическое, но и в принципе творческое. А подытожив данный конкурс, хочу сказать, ребят, занимайтесь спортом. Приходите не только в Ярополку, очень много секций различных, чтобы вы отвлекались от всех соблазнов этой современной жизни. А наше движение, именно спортивно-патриотический клуб Ярополк, в первую очередь, старается воспитать не только в этих молодежи, но и во взрослых стремление стремиться к чему-то лучшему. Но при этом оставаясь человеком. Всех с наступающим Новым годом, с Новым годом. Я просто не знаю, когда я этот клип выложу. Но приходите в Ярополк.